Моряки, потерпевшие кораблекрушение, оказались на маленьком спасательном плоту в Бурном море. Шел день за днем. Однажды один из них, молодой парень, заметил огни проходящего вдали корабля. Они принялись изо всех сил грести в сторону проходящего судна и, когда подобрались достаточно близко, решили зажечь лампу. Это был единственный способ привлечь внимание членов экипажа, проходящего мимо корабля. У них была только одна спичка, а ветер дул очень сильно. Они понимали, что если зажечь фонарь с одного раза не получится, корабль пройдет мимо, не заметив их, и они будут обречены. Было спешно принято решение поручить зажечь лампу самому молодому матросу, потому что, во-первых, это он заметил проходящее судно, а во-вторых, у него, как у самого молодого, была твердая рука. Сердце молодого моряка громко стучало, но он уверенно чиркнул спичкой и быстро поднес огонек к стеклу фонаря. Лампа зажглась. Скоро она разгорелась, и вахтенный матрос, проходящего мимо судна, заметил ее. Капитан приказал развернуть судно, и моряки были спасены. Так и каждый момент нашей жизни, друзья, похож на эту маленькую, горящую спичку. И третий лайфхак, друзья, звучит так. Инвестируйте в ваше время, и вы его не потеряете. Инвестируйте в ваше время, и вы его не потеряете. Считайте, что каждое мгновение – это маленький огонек, о котором рассказывала я раньше, который должен ярко разгореться, а не потухнуть во тьме. В поисках счастья вы не жалеете сил. Но сколько времени вы отводите на то, что действительно делает вас счастливыми? И сколько времени на то, что заставляет чувствовать неудовлетворение и делает вас несчастными? Каждый день отводите определенное время на то, чтобы заниматься только тем, что делает вас счастливым. Потому что время, отведенное вещам, делающим вас несчастным, – это потерянное время. Думайте о времени не как о ресурсе, который тратите, а как об инвестициях в будущее, в свое будущее. Это, друзья, научит вас использовать время более эффективно. Наполните каждый день, месяц, год, всю жизнь наполняйте теми вещами, которые приносят радость. Берегите добрую память о них, потому что это позволит чувствовать себя счастливым. И, как и предыдущие лайфхаки, я поделила на три подпункта. Итак, переходим к первому подпункту. Но прежде чем мы перейдем к подпункту первому, хочу опять-таки процитировать некоторые мысли мудрых людей. Мы говорим «убить время», а ведь время незаметно убивает нас. Дайен Бусико, актер и драматург. Что значит минуты? Считайте их так, как вы чувствуете. Не измеряйте их календарями. Каждое мгновение – это целый день. Известный Бенджамин Дизраэль. Старик время, в банк которого мы несем наши деньги, скряга, меняющий гнеи на крупу. У него в долгах все клиенты. Он сужает им минуты, а требует оплату. В годах. Оливер Уэндл Холмс старший. Врач, поэт, писатель. Время уничтожает наше тело и наш разум. А мы зря тратим время. Вот кто по-настоящему проигрывает битву. Это анонимный. Длительность минуты зависит от того, по какую сторону от двери туалета вы находитесь. Интересный второй закон зала. Итак, переходим к первому пункту. И звучит он так. Тратьте время с пользой. Тратьте время с пользой, друзья. Вот задумайтесь, сколько времени каждый день вы отводите на то, чтобы заниматься вещами, которые реально действительно делают вас счастливыми. Если так вот задумываться, оказывается это легко. Вот тратить время на повседневные дела. Одно, другое, третье делаешь. Делать то, что не доставляет удовольствия. Ну а отдыхая, просто лентяйничать, поваляться, может быть, на диване перед телевизором или еще что-то. В итоге оказывается, что времени на то, чтобы заняться самым важным, поиском счастья, так и не хватило. И многим так и не хватает до конца жизни. Вот чтобы это не происходило, уделите определенную часть дня тем делам, которые связаны с поиском счастья. Потому что именно в таком случае вы каждый день будете заниматься тем, что вам хочется, будете каждый день с нетерпением ждать этого часа, который вы сами же и определите. Вы создадите противовес неизбежным отрицательным впечатлениям и не позволите себе тратить время зря. Вы будете заниматься только тем, что доставляет удовольствие и делает вас счастливым. И просто решив для себя один раз и навсегда на будущее, что вы отводите определенную часть времени поиску счастья, вы уже этим делаете решительный шаг к цели. Ну а если вы отведете и перейдете к действиям и сделаете этот один час в день, ну либо сколько вы там для себя определите, то уже сделайте решительный шаг. Это что касается первого пункта. Второй пункт звучит так. Не позволяйте себе отвлекаться. Что же это такое? Что нам нужно делать? Смотрите, друзья. Если вы не отведете определенного времени поиску счастья, то вы будете просто скользить по течению. Ну временами, может быть, чувствуя себя плохо, вы будете компенсировать это время теми периодами, когда вы чувствуете себя, ну скажем, нормально. Кратковременный эффект может быть минимальным, но в долгосрочку, да, долгосрочное воздействие определенно окажет отрицательное влияние на ваше состояние. Обязательно это скажется отрицательно на ваше общее состояние. И периодов, когда вы чувствуете себя просто нормально, я вам скажу, недостаточно для преодоления негатива, недостаточно для того, чтобы чувствовать гармонию душевную, чтобы чувствовать себя счастливым. Важно предпринимать активные, планомерные действия. Создайте для себя позитивный образ жизни. Выделите время на то, чтобы чувствовать себя счастливым. И не только. Потому что когда вы отставите в сторону все дела и займетесь тем, что доставляет вам удовольствие, вы сразу почувствуете облегчение. И это, друзья, это самый первый и самый важный этап. Не позволяйте себе отходить от этого плана даже на один день. Не позволяйте даже на минутку. Если вы задумали что-то по плану, не позволяйте себе отходить от этого. Не позволяйте себе отвлекаться. Потому что все хотят украсть ваше счастье. Все думают о себе. Поэтому вам нужно думать о себе. Не отвлекаться. Не позволяйте другим красть ваше, скажем, то, что положено вам по праву. Ну а третий пункт звучит так. Сведите неприятности к минимуму. Неприятности, которые с нами происходят, они не дают возможности почувствовать себя счастливым. Поэтому, друзья, по возможности, конечно же, их нужно устранить из жизни. По собственному опыту скажу, что это непросто. Совсем непросто. Сначала нужно научиться определять источники неприятностей. А потом, конечно же, использовать для их преодоления все необходимые, доступные нам инструменты. И временами может показаться, что с неприятностями оно никак не справится. Вот как замкнутый круг, оно все одно за другим. Но это не так, друзья. Если взять, к примеру, вы ненавидите свою работу. Но вам кажется, что не так-то просто найти новую. Что не в том вы месте живете, не в том городе. Или может быть не та у вас профессия. Или может быть не те знания, или не те навыки. Или же ваши, может быть, отношения с кем-то совсем испортились. Но завершить их вы не можете. И вот бывает и так, что вы постоянно заняты. И просто нет времени на то, чтобы быть счастливым. Хочу сказать здесь, что каковы бы ни были причины, причины ваших проблем, несчастья и так далее. Запомните простой трехшаговый алгоритм. Вот всегда, когда у вас появится проблема, вспоминайте светофор. Красный, желтый, либо оранжевый и зеленый. Вспоминайте светофор. Проблема, анализ, решение. То есть вы четко определите источник неприятностей, ваших неприятностей. И подумайте, можно ли их избежать. Потому что очень часто неприятности у нас есть, и мы думаем, что все, ну никак, мы ее не можем ни избежать, ни обойти. А можно. Вы сначала просто четко определите источник неприятностей. И подумайте, если можно. Если нет, ну значит что? Если нет, значит идет дальше анализ. Анализируйте. И если возможно, сделать это основным приоритетом. Анализируйте. Потому что без этого вы не станете по-настоящему счастливым человеком. Проанализируйте откуда, почему появилась эта проблема. Чтобы в дальнейшем не повторять. Да, у вас может быть другая проблема. У вас может быть появится еще проблема. Но это будут уже другие проблемы. Там понадобится уже другой анализ. Потому что если вы будете наступать на одни и те же грабли, конечно это будет означать, что вы не анализировали вашу проблему. Вы над ней не думали. И решение просто либо так оно пришло, само собой решилось, но оно могло добавить вам еще больше. Потому что проблемы, знаете, как снежный ком. Они накапливаются из одной, выходят другой и третий. Поэтому если неприятности неизбежны, то постарайтесь минимизировать их влияние. Свести к минимуму. Используйте для этого. Есть такое упражнение. Я тоже дам под видео. Посмотрите, скачайте упражнение и используйте это упражнение. Оно очень сильно вам поможет. И помните, чем больше времени вы проводите, чувствуя себя счастливым, тем более интенсивным у вас будет вот это ощущение счастья. У вас жизнь поменяется. Поэтому старайтесь не тратить много времени на борьбу с неприятностями, а посвятите основное внимание активному поиску счастья. Вот именно в этом, если вы сведете к минимуму влияние проблем, ну, знаете, как сказал Ричард Брэнсом, к черту все там, берись и делай. Либо, ну, все, что не приходит, то к лучшему, что не происходит, то к лучшему. Либо все происходит в назначенное время, в назначенный срок. Ну, все, ну, тьфу, пускай уходит в сторону и так далее. То есть немножечко проще, немножечко легче. Мы увидели проблему, определили источник, проанализировали, свели к минимуму и пошли дальше. Вот такое видео сегодня. Ну и что ж, под конец давайте перейдем, подведем итоги. Подведем итоги третьего лайфхака. И смотрите, друзья, для того, чтобы стать счастливым, нужно найти для этого время. Выделяйте определенные часы на важные и интересные занятия, на те занятия, которые вам нравятся. Конечно, разумеется, ну, не все, что вы делаете в жизни, должно восхищать. Но не можем мы восхищаться всему, что мы делаем, всему, что нас окружает и так далее. Но некоторые вещи, конечно, обязательно должны радовать. И я скажу вам, что по опыту разных людей радуют разные вещи. А другие, ну, можно изменить или приспособить так, чтобы и они вас радовали. Все можно. Было бы желание. Нужно устроить жизнь так, чтобы чувствовать себя счастливым каждый день. А если не знаете, чему уделить основное внимание, попробуйте вот следующее упражнение. Нарисуйте диаграмму распределения вашего времени за день. Затем еще одно, на которое укажите вещи, которые доставляют вам наибольшее удовольствие. Потом сравните эти диаграммы и посмотрите, совпадают ли они. Если нет, значит большинство ваших дел не приносит счастья. И вы уделяете слишком мало времени тому, что доставляет вам удовольствие. Очень важно принять меры для достижения баланса. Потому что, когда инвестируете в свое время в то, что вызывает у вас положительные эмоции, и когда вы сводите к минимуму отрицательное влияние неприятности, вы даете себе реальный шанс чувствовать себя счастливым всегда, сегодня и вообще везде. Если же вы не инвестируете время в то, что у вас вызывает положительные эмоции, то, соответственно, вы будете очень часто чувствовать себя несчастным, недовольным, подавленным и так далее. Ну, на этом сегодня, друзья, все. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Субтитры подогнал «Симон»!